Всем привет, с вами снова курс PHP, основы ООП. Сегодня на повестке две темы, Exceptions и Trades. Давайте начинать. Exceptions в переводе с английского означает исключение. То есть это какие-то работы с какими-то исключительными ситуациями в наших приложениях. Значит, если перевести на русский саму суть Exceptions, то это то, что позволит нам обработать какие-то критические ошибки, скажем, ожидаемые критические ошибки в нашем приложении. Что это значит? Давайте перейдем на шторм и начнем потихоньку представлять себе ситуацию. Когда мы, скажем, разрабатываем приложение для бухгалтеров, какая-то большая контора вам говорит, нам надо сделать какое-нибудь приложение API или еще что-нибудь для работы наших бухгалтеров. Скажем, у бухгалтеров есть система 1С, она может обращаться на сервер и как-то общаться с ним. Все, что связано с деньгами в любом бизнесе, в итоге является ключевым моментом. Поэтому обрабатывать надо очень точно и четко. Итак, приложение или API к нашим бухгалтерским работам, неважно. У бухгалтеров у каждого есть свой аккаунт. Этот аккаунт, что он может делать? Скажем, посылает данные и изменяет какие-то данные у нас на сервере в нашей базе данных. Допустим. А теперь представим такую ситуацию, что один из аккаунтов настроен неверно и посылает туда нули. Скажем, ноль. Какое-то значение нулевое, на которое нужно будет разделить очень важную сумму. Скажем, какой-то доход, может быть зарплата, может быть еще что-либо похожее. И нам нужно понять, был ли там ноль. И что-то с этим сделать. При этом не скрашив наше приложение, но позволив работать дальше. Я выбрал этот пример, потому что он очень такой наглядный. И почему именно исключение? Давайте попробуем создать переменную, скажем, price. И скажем, 10 делить на ноль. И выведем ее. EchoPrice. Вот. Переходим. Смотрим. Division by zero. Сервак отдал варнинг. То есть он видит, что на ноль делить нельзя. И выдает нам варнинг. Варнинг это хорошо. Ну, теперь давайте представим, что на сервере эти варнинги просто отключены. Мы в настройках сервака их отключили. Это в принципе можно сделать и без каких-то там настроек. Просто вот так собаку поставив. И смотрим. Он нам ничего не выдал, но и программу он не остановил. То есть если я сейчас напишу echo1, он не увидит единицу. Возьмем какой-то как-то сформированный price. 10 разделить на ноль. Он нам его неправильно сформировал, потом далее передал. Price записался, какая-то пустота. При интвале, то есть если я в итоге напишу интвал price, он мне сейчас выведет ноль. Видите? Ноль. Это значит, что наш price занеслась неправильная цена. При каких-то денежных расчетах это может быть очень критично. Так вот. Варнинг я только что убрал просто собакой. Вот этот вариант, очень неправильный вариант. Собак в коде быть не должно. Вот сейчас он опять выведет у меня ошибку. Весь код, который генерит любые ошибки, варнинг и тому подобное, должен быть отрефакторен и переписан правильно. Так вот. К чему я веду? Варнинг, он не останавливает нам нашу программу. Если в такой ситуации, 10 делить на ноль, это значение ноль пришло от бухгалтера, от 1С системы, впадает к нам, делит на ноль, все считается неправильно и непонятно почему. Почему именно исключение? Потому что, в любом случае, если его не обработать, выдаст нам fatal error. Давайте немножко попишем if, немного абстрагируемся, пожалуй, от наших машин сейчас. Пока что. Скажем, к нам приходит какая-то переменная, бухгалтерская. Давайте, административ вар, адмвар ноль. И, этот прайс, мы делим на, адмвар, десятку на адмвар. Если адмвар, будет у нас ноль, мы видели, что происходит. Как мы это можем обойти? If, адмвар, скажем, ноль, равен, для того, чтобы этой ошибки не было, можем сказать, адмвар, равен один. И все. Ошибки не будет. Да, и вроде как, и цену, десятку нашу, не попортили. И, вроде как, и поделилось все хорошо. Но, опять-таки, если там нужно конкретное значение, единица уже не подойдет. Все, что связано, опять же, с деньгами, должно обрабатываться именно так, как нужно клиенту. Потому, что он придет и скажет, что это вы мне на единицу поделили. Я только что зарплату выдал, поделенную не на 10 человек, а на одного. И всем выдал десятикратную зарплату. Вы неправильно посчитали. Давайте с вас вычтем неустойку, штрафы и прочие неприятности. Что такое исключение? Пробросить исключение, так называемое проброска исключения в выражении происходит от слова throw. бросить new и exception это класс исключений который генерирует нам fatal error, который в любом случае остановит нам программу. Вот fatal error uncoded exception. Fatal error останавливает программу. тебе приходит неправильное значение, ты должен их пересмотреть логи сервака, может быть пересмотреть логику работы, какие-то вещи, которые в вашем коде могут быть сделаны. И давай ищи ошибку, потому что вот сейчас здесь все пойдет неправильно, если программа продолжится. Ну а полный видеокурс вы можете посмотреть на канале ITVDN. Для этого вам просто нужно перейти по этой ссылке. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за последними новостями. ПОДПИШИСЬ!